Для некого осень – час желтого листья и прыгажостя, для некого – справоздача обзробленной работе. До початка теплянного сезона застаётся каля трёх цыднёв, а тому необходимо подводить опошние вынёки у речи, если есть макшимость ликвидовать некие дробные недопрацовки. Агученные недопрацовки саправды можно назвать малозначными. В оселеком выпадку на початок теплянного сезона серьезного уплыва я ныне окажут. Недея еще притягивается замена теплосеток, недея не поспели высвечи усе древы, которые зимой могут пошкодить линии электропередач и покинуть без электроэнергии населенные пункты и сельскохоспадаршие объекты. У вогули варианты отключения споживцов у вынеку незвучайных ситуаций так само продуглеживаются, в усове зим на гомощине набыли ящей некаких пересовных автономных генераторов. Значная увага перевода коммунальных котельных на местовые виды парива. Дым больше, что в якости опошних можно выкористовывать не только дровы, а и брикеты за отходы у перепросовки лёну и солому. Как выник в агропромысловом комплексе, например, долю местовых видов парива довели уже до 86%. Основной потребитель – это у нас предприятие переработки, мясомолочная компания и большие птицефабрики. Там в основном используется печное бытовое топливо, жидкое топливо и резервное топливо «Мазут» на гомельской птицефабрике на рассвете. Поэтому это неприкосновенный запас, он всегда есть на случай аварийных каких-то отключений. А основной, конечно, это местные виды топлива. Подрыхтовка до осенне-зимового периода справа комплексная. Отповедные работы ведутся одночасово больше, как по 50 на керунках. На шмат яких предприемствах для координации подрыхтовщих и профилактичных мероприемств створили специальные оперативные группы. Рыхтуются усе. Дорожники обещают вывести при необходности больше 451 техники. Энергетики кажутся об капитальном ремонте свыше 400 км электричных сеток. Коммунальники ремонтуют дороги и заменяют тепловые сетки. Протягивый час этой работы у спецпешечарговых не уходили, что привело не только до периодичных отключений вспоживцов, а и до садковых наших страт теплоэнергии по часу и транспортировки. Все зависит от того, в каком состоянии в первую очередь тепловые сети находятся. Это долгие годы, как говорят, в эту тему не очень много влаживали. Процесс идет. На сегодняшний день где-то порядка 53% от всех тепловых сетей, находящихся в жилищно-коммунальном хозяйстве, заменены на предизолированные трубы. Соответственно, это позволило снизить и потери тепловой энергии. В Гомельской области этот процент составляет, грубо говоря, 10%. Олег Синчуров, Валерий Гопанько, Телерадо, компания Гомель.